Москва, ток-шоу «Пусть говорят» Сегодня мы говорим о человеке, смерть которого породила музыкальный культ Некоторые его поклонники считают его не просто кумиром, а пророком Еще творчество имеет мистическое предначертание Они считают, что их кумир жив Как они объясняют свою логику? Дело в том, что никто не видел Виктора Цоя мертвым Его хоронили в закрытом гробу Сегодня в нашей программе Почему мать Виктора Цоя не верит в то, что ее сын погиб в автокатастрофе И исповедь его отца Тема нашего эфира «Я с тобой пока» Это строчка из песни Виктора Цоя Добрый вечер Разрешите мне представить гостей в нашей студии Писатель, магистр богословия Илья Стогов Сегодня впервые в нашей программе Юрий Владимирович Белешкин С сентября 1988 года Он был администратором и директором группы кино Добрый вечер Священнослужитель, главный редактор журнала Наследник, отец Максим Отец ленинградского рок-клуба Владимир Рикшан Литератор и поклонница Виктора Цоя Марина Юденич И кандидат богословия, преподаватель Никола Угрежской духовной семинарии Валерий Духанин Добрый вечер Они называют себя группой крови А творчество Виктора Цоя Считают мистическим предначертанием Я приглашаю сюда одного из группы крови Это Леонид Львович Соснин Встречаем его Леонид, это правда, что вы считаете Виктора Цоя пророком? И если да, то почему? В библейские времена таких людей действительно называли пророком Но в наше время, я не знаю, едва ли имеет смысл называть его пророком По той причине, что значение этого слова очень сильно сдвинулось с библейских времен Это, скажем так, просто человек, который возвещал некие неприходящие истины Как вы расшифровываете некоторые из его песен? Например, группа крови на рукаве Как вы расшифровываете это? Ну, здесь уместно провести аналогию вообще, в принципе, со значением С таким образом, как кровь, которая используется в библии Это, прежде всего, восхождение к сюжету исхода евреев из Египта Когда был закон Пасхальный Агнец И его кровью, соответственно, были окроплены входы в жилище евреев И в результате кара последняя, которая была послана на египетского фараона Миновала евреев, и они остались живыми А почему вы называете себя группой крови? Группа крови, фактически, это все христиане, которые составляют собой церковь То есть, это множество всех людей, которые спасаемы Богом к вечной жизни Ну, давайте остановимся на этих религиозных ваших взглядах Чем они отличаются от, скажем так, христианства в широком смысле? От христианства, от того, каким его проповедовал сам Иисус Христос и апостолы Я думаю, что ничем Но у вас в качестве пророка выступает Виктор Цой Его нет в ортодоксальном христианстве Ну, откуда же это известно? В ортодоксальном христианстве очень много пророков А то, что, допустим, какие-то люди еще, может быть, не канонизированы Ну, в этом нет ничего удивительного Потому что процедура канонизации, она осуществляется обычно через значительное количество лет После смерти какого-либо человека А почему вы считаете, что Иоанн Богослов предсказывал появление Виктора Цоя? Он не предсказывал появление Виктора Цоя Он предсказывал появление двух свидетелей Божьих Которые будут пророчествовать там заданное количество дней Перед приходом Иисуса Христа Вполне возможно, что одним из них является Виктор Цой Вы часто слушаете песни Цоя? Да, часто Что они для вас значат? Это своего рода, на мой взгляд, религиозные тексты То есть текст Цоя – это религиозный текст? Ну, да И, в общем-то, есть реальные факты прихождения людей в церковь, к Богу От прослушивания песен Виктора Цоя Но все-таки сам Цой не назывался при жизни пророком? Ну, да, не называл Но если мы обратимся к Библии, то мы увидим, что Иоанн Креститель, которого Иисус Христос назвал Ильей Тоже не назывался пророком? Отец Максим, как вам такая точка зрения? Ну, на мой взгляд, было бы все-таки странно любого поэта, сколько бы выдающимся он не был, причислять к лику пророков Ну, можно вспомнить стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Пророк» В этом смысле он сам назывался пророком, что он милость к падшим призывал Да, поэзия, да, допустим, музыка – это один из способов нравственной проповеди Ну, или вообще проповеди Она может быть нравственной, например, как она в большинстве песен Виктора Цоя Но на этом основании делать какие-то выводы о чем-то большем, чем то, что Виктор Цоя был хорошим поэтом Я сам являюсь почитателем его таланта Не далее как за день до того, как меня пригласили на эту передачу В этом тоже есть какой-то смысл для меня Почему я, собственно, согласился сюда прийти Мы с детьми пели песню «Алюминиевые огурцы» Но при этом мы их пели под гитару, оставили сказку «Репка» Вот дедушка, сажая репку, пел песню «Алюминиевые огурцы» у нас в таком домашнем семейном спектакле Но отсюда я, ну, для меня как минимум странно, да, слышать, что на основании того, что те или иные песни, может быть, выражают там притчу о сеятеле, например, или еще что-то Что они, ну, для меня, например, Достоевский гораздо больший пророк, чем Виктор Цой, которого, как я уже сказал, я люблю и уважаю Вот, и любое такое излишнее поклонение, оно как минимум подозрительно и опасно Как только мы из хорошего человека делаем... Извините, да, вот что... Дело в том, что надо быть осторожней в отношении трактовки священного писания И особенно, когда мы пытаемся под определенные личности библейские подвести современных представителей искусства, пения Во-первых, вы можете повредить самому Виктору Цою, его образу, который он создавал во время своего творчества И вот теперь вы его пытаетесь ему дать некую новую трактовку, причем подводить сюда религиозный мотив Во-вторых, все-таки вы упомянули апокалипсис Иоанна Богослова и двух свидетелей Но где же второй свидетель? Непосредственно в этом тексте сказано, что тот и другой пророки, они погибают, сказано, в городе, где и Господь наш распят То есть, непосредственно в Иерусалиме Тогда как Виктор Цой погиб в Латвии Понятно, что это намного дальше отстоит И что скажете, Леонид? Дело в том, что вот молодой человек сообщил, что Виктор Цой создавал какой-то творческий образ на сцене Между тем, Виктор Цой в своем интервью, в одном из своих интервью подчеркивал, что он не создает никаких образов Он буквально выразился так Я есть образ Вы знаете, в ваших словах все-таки видна очень вольная трактовка Сам Виктор Цой говорит, я и есть образ Вы сегодня нам предлагаете уже некий новый образ Да, свою интерпретацию И тут же предлагают... Илья, что скажете, вы имеете представители группы крови на свободную трактовку образов кумира? Так а что здесь, ну как бы, о чем вообще говорить, да? То есть нет ничего странного, что представитель, как сказать, ортодоксального духовенства сразу говорит Нет, нельзя, да? Но так, по большому счету Если это христиане, которые любят группу кино Ну, почему нет, да? Я лично знаю французского священника Гижельбера Если бы он сюда пришел, то дети начали бы писаться от испуга Да, он священник, но при этом он ходит там в рваных штанах, не знаю, в перстнях Просто потому, что он работает с молодежью Почему нет? Это хорошее дело Если бы этот опыт получил бы некое такое продолжение Да, если бы люди через слушание любимой музыки приходили бы еще и в церковь В общем, молодому человеку можно ему орден дать какой-нибудь за заслуги Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!